Продолжение следует... Тоже православные как бы братья-соседи по карте земли из Украины, они в этот день празднуют день погрома, точнее день рождения украинской повстанческой армии, той самой, которая принимала участие, самое активное участие в Холокосте. И мало того, киевская администрация обязала евреев Киева не на Бабияр идти, раздеваясь по дороге до Гала, а выйти на празднование дня погрома вместе с вояками УПА и теми, кто считается их последователями. Вот об этом казусе мы сейчас и будем говорить с народным депутатом Украины в недалеком прошлом, почетным гражданине херсонского города Тюрупинск Алексеем Валерьевичем Журавко. Алексей Валерьевич, приветствую, с праздником! Привет, с праздником всех нормальных. Здоровья, счастья, любви, процветания, самое главное мира. Как говорится над головой, все в нам. Ну, что тебе сказать? Смотришь на это все посмешище, кровавое, можно сказать, и становится все страшнее жить на этом белом свете. Жаль, что сегодня в Украине забыли эти страшные трагические дни, что творила УПА над людьми. Как они убивали, что они творили с евреями. Ну, что ж, дожились. Понимаешь, этот праздник святой, они испохабили. Вот именно поэтому я и говорю, что эти мурдалаки пытаются на святости построить, ну, на святости кровью облить эту святость и построить страну новую. У них не получится этого сделать. Алексей Валерьевич, ну вот из Украины нам с тобой рассказывают о том, что, ребят, ну что вы заморачиваетесь? Ну, тех нацистов там в стране 2-5%, они сумасшедшие. Не надо к ним прислушаться. Посмотрите, кто у нас главные олигархи. Татарин Ахметов курирует Зеленского. Еврей Коломойский курирует Зеленского. Сам Зеленский тоже отнюдь не Рагуль Бандеровец, а вполне себе цивилизованный еврейский мальчик русскоязычный. Зачем вы все это наговариваете, когда у нас все на самом деле хорошо? А вот смотришь на события в Киеве и понимаешь, что тот же Зеленский, он ничего поделать не может. Тому же олигарху Коломойскому выгодно, чтобы держали в послушном вот таком повиновении нормальных людей, которых подавляющее большинство на Украине. А вот этих жалкая кучка Рагулей, которых нам предлагают не замечать, вот они и есть инструмент в руках Коломойского, Ахметова и прочих негодяев. И прочих негодяев. Ты абсолютно прав, ты упустил еще и Яценюка, Порошенко упустил и других. Но ты понимаешь, что когда говорят не обращайте внимания, их там кучка, я не согласен с этими людьми. Надо обращать внимание. Когда говорят, что эту кучку там финансируют, не обращайте внимания, только финансы убери, они распадутся. Нет, нельзя не обращать внимания, понимаешь? Строится новая идеология. Враждебно настроена к той истории, которая у нас была. Вычеркуется все с нашей памяти, что нас сегодня держит как людей. Не как зверей даже и хуже, а именно как людей, которые помнят, что такое нацизм, что такое УПА, что такое Великая Отечественная война. Кто на самом деле является народом, победителем. Вот это все вычеркуется. Ты же пойми правильно, то что эта кучка, как называется, она потихоньку растет. Но школы же, то дети выпускаются. И ты посмотри, на каких учебниках их учат. Это просто страх один в глазах, понимаешь? Мало того, в учебниках, как в одном слове, 10 ошибок, так они так исковеркают историю и вбивают это в голову, что эти дети становятся пущечным мясом. Вот и все. А кто пойдет на войну? Знаешь, возрождается все то самое страшное, что поднимается с пепла. Можно сказать, ад возвращается. Вот и все. Поэтому как бы на это надо обращать внимание. Надо про это говорить. Ну, кто думал, что в Киеве, в городе герои будут ходить нацисты с факелами? Кто об этом думал? Кто думал, что возле Бабьева Яра... Ну, я тоже так же сам одумал. Кто думал, что возле Бабьева Яра сделает выставку вот эту страшную со скелетом, можно сказать, облеченные в черные ткани и все остальное? Ну, это вообще-то это страшно. Кто думал, что на сегодняшний момент Зеленский предал своего деда? Ну, кто думал? Он не только деда предал, он всю страну предал. Кто думал, что сам Порошенко, который был коммунистом, сегодня начнет проповедовать нацизм? Ну, кто думал? Оказывается, деньги. Деньги это все. Вот эти люди, они зарабатывают деньги на всем, чем хочет. Хотите война, хотите нацисты, хотите развал Украины, хотите... Будем отправлять потоком на кладбище, как это сегодня с этим ковидом-19. Да, никто не обращает внимания. Больницы рушат, медиков, можно сказать, и заняют. Но они на этом зарабатывают деньги. Поэтому это факт. Понимаешь, а деньги у них запаха не имеют. Вот мне вчера сказали, почему вы обратно пожелали Порошенко здоровья? Он вышел, да? А я тебе честно хочу сказать, я желаю ему здоровья. Такие подонки живут много. Но я мечтаю, жду, когда его все-таки посадят. И трибуналом не гагацким каким-то, а именно всенародным, украинским, российским, белорусским. Чтоб вся наша большая страна его судила. И на пожизненно вот этого я хочу. Потому что он военный убийца. Вот и все. Алексей Валерьевич, теперь вопрос, который разрывает, разделяет людей по разные стороны. Украина как государство, она, в общем-то, с этим почти все уже согласны, не состоялась. Поэтому спасение Украины только в объединении в союзное государство с Россией и Белоруссией. Но вот внутри Украины существуют только те политические силы, на поверхности плавают, кто пытается до сих пор в риторике своей использовать, мы независимая страна, мы должны быть такие, мы должны дружить и с Востоком, и с Западом. В общем, объясни, пожалуйста, вот как долго еще не будет на Украине в публичной плоскости политиков, которые скажут, ребята, незалежная Украина это путь к самоубийству и уничтожению и расчленению нашей страны. Только в союзном государстве у нас есть шанс не просто выжить, но и создать, вернуть, восстановить то, что было нами утрачено за 30 лет. Сергей, мне жаль, конечно, как украинцу и как человеку думающему, что тогда, когда страшная трагедия произошла, это развал Советского Союза, это, я считаю, страшная трагедия и ошибка. Но так случилось, распался Советский Союз, и самое страшное, что Украина была бы независимой и могучей страной и дружила бы непосредственно с Россией, с Белоруссией, если бы пришли люди, действительно любящие свою страну, любящие, и не продавались за океанским партнером. Сегодня, как таковой страны, если быть честным и откровенным, как украинец, конечно же, это страшно слышать от меня. Уже не существует. С 91-го года она сама себя продала. Начала потихоньку ее раздавать. Ее есть потенциал, знания, суверенитет и так далее. Извини за выражение, ее отправили в, будем говорить, дом проститутки, можно сказать. Сделали. Поэтому в данный момент уже сегодня о целостности какого-то государства нельзя говорить. Даже если прекратить войну, страна сама по себе развалится. Она не сможет существовать. Мы это все прекрасно понимаем. А так как сегодня страна находится под мощным протекторатом, а управляют самые настоящие коллаборанты, убийцы и изверги собственной страны и собственного народа, поэтому мы всего лишь отдаляем ее распад. А в данный момент внутреннее состояние, и то, что я вижу, она распадается. Потому что, что, давай будем говорить, святость практически уничтожили, церковные дела влезли. Да, мы все это видим. Это раскоп. Хочешь не хочешь, он рано или поздно себя проявит. Церквы сжигали, грабили. И продолжают сегодня уничтожать славянский мир, христианство. Потом давай будем говорить так. Но завтра, послезавтра может быть внутренний энергетический коллапс. Об этом никто не говорит. Притом правление, которое присутствует на сегодняшний день, оно с внутренней стороны своей коррупции пожирает целую страну, уничтожает. Фактически появляется обратно, согласен или не согласен. Ты сам понимаешь. Хочешь, не хочешь, нормальные люди становятся себя проявлять. И несогласия с этим геноцидом и уничтожением страны становится все больше и больше. Рано или поздно оно проявится. Потом давай будем говорить. Когда последнего у человека отбирают это слово «я», голосование и так далее. Это один раз прокатит, второй раз прокатит, а третий раз может не прокатить. Потому что это самое сокровенное. Я не хочу за этого человека голосовать. А вы мне его опихаете. Мало того, и не даете за другого проголосовать. Рано или поздно это проявится. Теперь отсутствие нормальных партий. Это тоже все скажется. А оно, хочешь, не хочешь, в любом случае ответка прилетит. Потому что за каждое слово рано или поздно тому или иному политику придется нести ответственность. Ну и самое основное. Нельзя считать весь народ за быдло. Как мы понимаем, в февральном смысле я возьму, крысу загоняешь в угол, она начинает кусаться. Они этого не понимают. Они еще не поняли, чем это им обернется. А вообще-то я тебе хочу сказать, Украину можно самому спасти. И спасать будет ее Донбасс. Мы видим, как сильно риторика меняется вокруг России. Не случайное заявление Лаврова, такое уже понятное. Не случайное заявление Шойги. Да. Поэтому как бы вот это все начинает сегодня, будем говорить, формировать определенное ядро. А вокруг ядра, ты знаешь, обычно стягивается все. Вот я тебе говорю, что вот это то, что ты говоришь, что начнем скоро земли свои собирать, к этому придет. Но через большую кровь придется очищаться. Ведь понимаешь, от таких бесов, которые сегодня глумятся над евреями, которые глумятся над нашей памятью, Этих же бесов нужно защищать. В любом случае, даже если он не дождется своей участи на земле, он эту участь свою получит и пойдет в ад в том свете. Понимаешь? Поэтому либо мы это сделаем, либо кто-то сделает. Но это естественно пролитие крови. А кто эту кровь к нам привел? Ну, Европа, Америка и все сателлиты, которые возрождали в свое время Великий Рейх, Гитлера возрождали. Они же это все финансировали. Просто это в другом формате все происходит. А самое страшное, если мы, как славяне, россияне, украинцы нормальные, белорусы нормальные, не будем обращать на это все внимание, это может и прийти и сюда. Вот сюда, в Россию, матушку. Вот это мне самое страшное. Ну, а теперь возьмем Белоруссию. Там же ведь проявление того же самого нацизма. Белокрасный флаг этот, сколько людей, больше 300 тысяч пожгли, поубивали, порасстреливали под этим флагом. Ведь там тоже надо действовать, там надо сегодня тоже принимать решения. Нельзя отпускать Белоруссию. Вот и все. И второй флаг, это мы должны идти уже в Украину. Не должны спрашивать там, дядя Сэм, разреши нам прийти в Украину. Нет. Они к нам пришли с враждебно настроенными своими программами, действиями. Они начали нас менять. Вот мы должны туда идти. Все, хватит, Балусь. У нас времени нет. Поэтому я так жестко в последнее время выступаю и тщательно понимаю, что надо делать. Да, Алексей Валерьевич, в мире сейчас такая турбулентность наблюдается. Столько всего, столько заявлений. Хейко Маас, Урсула Фондер Ляйен. Тут президент Ирана Рухани говорит, а все, ребят, мы будем, у кого хотим покупать оружие и кому хотим продавать оружие. И другие политические игроки делают массу заявлений. В том числе, мне очень понравилось, что Сергей Викторович Лавров сказал по поводу пушек, которые в такой ситуации молчать не должны. В общем, маски все сброшены. Вся политкорректность отринута. Раз они нас видят своими врагами и не стесняются говорить, что мы вас в гробу в белых тапочках хотим видеть, то нам приходится как минимум ответить, все, ребят, игры кончились, танцевать теперь будем не танго, не вальс, а что-то другое. И вам этот танец точно не понравится. Их надо заставить танцевать по нашим правилам, как это было в 45-м году. Хватит. Мы их не из задницы вытащили. С страшной беды мы спасли всю Европу от нацизма и фашизма, положили своих дедов в свое, как говорится, прошлое, как в гробы, а это наших детей и все остальное. А они над нами смеются. Да ты прости, ну хватит уже. Надо же как-то защитить нашу историю, наших предков, которые строили это все. Нельзя дальше с этим баловаться. Я удивляюсь, ты знаешь, мне сегодня сакрамольная такая мысль пришла. Я теперь понимаю, почему еще до сих пор. Яценюк там бегает, квакает, Порошенко, Тручинов. А знаешь, это надо спасибо большое сказать Владимиру Владимировичу Путину. Вот я тебе хочу сказать, ихняя жизнь сегодня там в Украине продолжается благодаря Путину. Потому что он резкое движение не сделал. Это кто-то сегодня посмеется, а я говорю, как оно есть. Вот и все. А там сами думают. Ну что ж, Алексей Ильич, я очень надеюсь, что недолг тот час, когда на стене Верховной Рады, а может и на каком-нибудь Рейхстаге, появится надпись. Здесь были Леха и Серега. И дата. Дата, надеюсь, скорая. Ну а там как пойдет. Так что ждем победы и готовимся к тому, чтобы принять бой и, естественно, победить. А уж какая она будет, эта победа, и какой будет этот бой, ну, как скажет Верховный Главнокомандующий, так и будет. Может, достаточно будет войны информационной. Нет, ну, а нет, значит, придется посражаться. Спасибо тебе огромное. Удачи. Крепкого здоровья. И до скорой встречи. До встречи. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич Журалко был нашим собеседником. Мы же ненадолго прервемся, скоро вернемся и продолжим. Всем пока.